Всем привет, друзья! Сегодня начинается заключительная неделя PUBG Mobile Global Championship, этапа лиги. Как всегда, с отборочных два дня, все внимание приколываем к Мэтт Булсам. Имбо, что бы это ни стало, нужно проходить на супер уикенд и набирать важные очки. Na'Vi уже проходит финал и можно не волноваться. Всем приятного просмотра, дропаем ваши золотые лайки, комменты и полетели на Иран. Самолет с севера на юго-запад, а круг у нас первый хардует очень жестко вниз и правее. И сразу-сразу же переходим на хот-дроп на Георгополе. Это Na'Vi против Альфа-7. Отличная игра у Тейсевенов, но вот, ребяткам из Na'Vi придется продолжать игру втроем. Хотя, погоди, его еще не добивает, но нет, это тоже было в забору. Тигзи в это время заходит по правому флангу и вроде бы есть как информация по Карилье, но Тигзи пока что не использует ее, потому что блок Вижн смог прогинуться. Полет северный, да, да, округ у нас первый хард. И вот быстрый ход-дроп на Георгополе, Афа-7 против Na'Vi, мы все ждали этого файта и вроде бы должно быть все под нарастающим, но... Сразу-сразу же переходим на ход-дроп на Георгополе. Ребятам, теперь вдвоем нужно сражаться, но ты посмотри, насколько качественный контроль Альфа-7. Каждого игрока застали поодиночке, Матик тут же выходит на подстраховочку, он уже проявил себя, так же как и карта Миромар с проками, только Матик удивлял килами. Один может выйти и каждому игроку Альфа-7 рассказать по о чем раке. Давайте, уважаемый Матик, выходит по правую сторону Реба, один на один, будет держать эту перестрелку, хотя сзади него имеются три человека, которые в куче чего подсыпят... Переиграли, переиграли Альфа-7, просто Нави, не дочекали, где-то, где-то не досмотрели, топ-16 для рожденных побеждать. Альфа-7, разошлись не на шутку, сделали минус 2 по СТУДЖИ и начинают допушивать оставшихся. ...кактейль молотов от Карели безуспешный, зато вот Реба выходит в Тимбиро и перестреливает его один на один, Юнбика прекрасно отработал, пытается найти... Просто фишки от Севеста и от Реба, минус коллектив СТУДЖИ на топ-14. После проезжают ребята на заправку, на мост левый и просто врываются туда между файтами без Брукнайца, Истин Старса и Фенербахча. ...сределами зоны, и Севены также подъезжают на эту позицию и, возможно, будут забирать для себя заправку. Тут еще и Истин Старса находятся, и этот треугольник просто тяжелейшим образом будет разрываться. По Фенербахча идет работа, Капахалу почему-то по нему не работают в ответ, Зенокса также минусует эту цену, Текса Ребелинов закрывает его в ответ. И Докун Машин должен брать все в свои руки и поднимать товарища. Но А7 в этой ротации потеряли как минимум двух участников. ...буквально себе забираешь, или два плейсмент-поинта, и вот песяточка заветная у тебя в кармане. Ну а в целом, обрати внимание, ребята сыграли сейчас намного быстрее. Это, скорее всего, связано с тем, что потратили много патронов и медицины. Далеко Рево не уехал, отлетел на топ-13. Следом же и Питцбрукт Найцы тоже застряли на мосту. Пора уже показать наших ребят, мэтбусы. Заехали они на Черепахе, на Сосновке уже, и перестреливаются с BC. Не везет пока, ребята. Топ-11 для них. Сразу же переходим на запад круга. Там футболисты пробиваются против единорогов. ПТС 0 у Нави. А девочку, GK, оформляют. Ребята идут сейчас как раз-таки закрывать зону. Идем консуфал. Радует меня. От недели к неделе ребята прибавляют, меняют свой плейстайл. Ребята начинают играть более уверенно. И это не может радовать европейскую аудиторию. Продолжается работа. Также находят у нас еще Ираума. Мы практически 4 в 2 в чистую сейчас будут закрывать оставшихся игроков. Айол, это сегодня тоже прямо-таки блистает. Молодцы, Ираума. Файт Ролл Кеса, отлично. А вот зона в свое время уходит на Эксетов. И команду Блэк Драгон, что тоже очень интересно. Хотя я бы посмотрел, как Эксеты будут забирать... Госты поднимаются на хайграунд, которые контролируют уже Эксеты. Рядом еще и Некс Руя находится. Чтобы лучше видеть Некс Рай Гейминг. За 37 все вроде бы как понятно. Гудура нокует и Нихат остается один. Главное найти ему сейчас Беобульфу. Он заряжал здесь этот файт. Этот файт. Жестко. Жестко. И что-то мне подсказывает, что эта ставочка будет как раз-таки между Юолами и еще одним коллективом, который сейчас может пожить. Вот Госты. На мгновение были четвером, но тут же рассыпались Эксеты. Буквально второе дыхание у них открылось на третьей неделе. Посмотри, как активно начинает. Пятый килл уже взлетает в копилочку. Джей Севена. Можно будет сейчас поднять, раскидать смоки. И дальше уже бороться против коллектива Эксеты. Первую позицию с пятию киллами поднимает своих товарищей и продолжает лутать. Переходим на финалочку. Четыре коллектива осталось. Юнигрос оф лав, Эстен Старс, Эксеты и БиСи. Или разведку, байтили на себя. Потеряли огромное количество времени. А самое главное, игроков. Два нока еще остается. Капахала выходит сейчас на добивание. На фулл хп может отбить. Отбить сейчас еще раз нокнутого игрока. И после того... Нет, все-таки численное количество помогло. Китай 28. Все хорошо. Джей против Фрэша. Эта перестрелка должна была произойти минуту назад. И да, Эксеты пробивает правый фланг. Сейчас его вам придется смещаться, по крайней мере, быстро, очень быстро на левый и перестреливать Джей Севена и Пола. Но блок Вижен ДБ уже прокинут. И ребята их просто со всех сторон закидывают любыми метательными предметами, которые есть. Сковородка. У меня сковорода. Все вообще летит в них. И я не знаю, как они будут монтить от этого. Да нет, это без шансов. Ребята контролируют обе стороны зоны. Линь на лоу хп заходят. Един важный файт. И он был предыдущий. Далеко не этот. Это уже как награда за проделанную работу. Но пока что Линь падает от Пола. Все. Мне дали пройти единорогам дорогу. Оставили их на месте. И Эксеты берут первый топ на этом ПМГ-Се. Но если мне не изменяет память. С 11 километров. Миромар. Самолет с севера на юго-запад. А круг у нас в центр и праве. И хот-дроп у нас в быстрый на Хасиенде. Давно такого не было. Закончили на Евангеле. И сейчас решили продолжать. Сразу же до полнов. Файлос оформляет. На лесу с минус Кудур. Минус Нехат. Ну и тут же уже репсовом уходит на подстраку. Ребята. Ну и вот мы видим, что все-таки на Миромаре. В живом времени происходят более интересные события. Нежели уже пройденный этап хайлайтов. Ну и мы видим первый ног. Разошлись из тут же не на шутку. Что там 6 килов на начале. Мекку подлавливает Корильо. Садит на кулак. И опять минус один игрок у Нави от Альфа-7. И снова Альфа-7. Не перестают ребята идти в пуш. Драться. И на этот раз они нашли истинстарс. Так же неудачно у нас начинали. А вот сейчас мы видим разменочку. Рева страхует, нокает Октавиана. И будет возможно все-таки... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так рядом еще и Нави стоят. Ребята там быстренько реанимировались. И сразу же 2 кила себе в копилочку положили. Альфа-7. Все вчетвером. Участников парни там находятся. И у А7 есть возможность попасть. Сейчас по ребятам. Рева минусует матика. И вспоминается сейчас хайлайт. Как раз таки фастфлип от молодого товарища. И прям бумерангом возвращается ему это и Севенов. Неплохо. Карелия сразу закручивает по левому флангу. Хотят парни реализовать нока. И это вот та самая агрессия, о которой мы говорили. Всегда играют от нока. Несмотря на дистанцию. Просто идет на сближение. Его никто не контестит. И команда Нави просто позволяет это сделать. Самое главное. Какой широкий сплит был сейчас у НАТО с Винцера. И немного потеряли время. Альфа-7 уже сократили дистанцию. Сразу же Карелия уготавит горячую каешечку. Она не заходит. Также в ответочку немного не долетает. Матика находит Рива. Снова прикрывается. Там форный игрок. Остал Альфа-7. Забирается в том числе и Кигзи. Без шансов. Просто Нави спасло только то, что Китсуна был в сплиту. И Сергей постарается доиграть уже на плейсмент. Но Китсуна долго не прожил. Топ-15 для Нави. Небольшой контест от Альфа-7 с BC сделали по бразильцам один минус. И вот вроде бы отъезжают. Дают заднюю. Нужно продвигаться в круг. Но мафиоза остается в небольшом кимпе. Однушка. И прикрывает. Я не знаю, как они это делают. Но между двух коллективов они выживают в очередной раз. И мало того, что выжимают. Они отдают А7у возможность забирать ключевой хайграунд. Чтобы встретить и команду BC. И отработать по Блэк Драгонсам. Но почему-то там он не задерживается. Скорее всего, просто потому что зона уходит от этой позиции. Работа по феррану от мафиоза. Ах, прекрасный спрей. Хотелось бы мне узнать раскладку этого молодого человека. Чтобы использовать ее. И сразу же от мафиоза. Просто без шансов для всех. Так точно. Плюс еще там и Мэтт Булс немножко помогли, конечно. Но главную задачу они сделали. Альфа Слен прошли немножко в круг. И теперь натыкаются уже на единорогах. В это время Мэтт Булсы закрывают край зоны. И именно гастов отправляют на топ 6. И последние три команды осталось. Мэтт Булсы. Бэк Драгонс. И Ни Кротс оф Лав. Это иньян. Просто грин дерево. А там еще эйрдроп падает. Как и вишенка на торте для какого-то состава. Ролкис отправляет ног. Ролкиса добивает ДСК. Отлично работает Элим. Пытается переезжать. Но это ошибка, друзья. За эту ошибку его прямо сейчас покарают. Именно это и происходит. Голден берет все в свои руки. И сейчас остается финальное сражение. И Оллф уже не берем в расчет, друзья. Потому что мы Булсы выпушат их. А нет, это сделала команда. А Блэк Драгонс 4 против трех участников в зоне из драконов. Это, по-моему, победа. А горе очень сильно. Мэтт Булсы выжидают и действуют. И совершают свои, знаешь, самые прицельные укусы в последний момент. Рома, я вообще ни на секунду не сомневаюсь, что сейчас эта победа отдается Мэтт Булсам. И еще и опорного игрока. Команда Блэк Драгонс проиграла. Фокисин по левую сторону будет контролировать позиции на Мэтт Булсов. Ну, а Голден будет забирать для себя правую. Да, идет рожмен по агуре. Но это ничего страшного. Потому что сейчас у них просто нету шансов. Ян-Янг уже заходит. Своим товарищем по правую сторону выходит эффект. Когда уходит, начинается еще одна пересылка. Ребята, берут, берут эту ситуацию в свои руки. Угутыл луки. Отличная работа от Мэтт Булсов. Окружили, сделали позиционку во время Ноки. И забирают топчик на Мирамаре с 12 киллами. Эрангель. Самолет с северо-запада на юг. А круг у нас в центре и правее. Альфа-7. Начали свое преследование по С2G еще с кубов. Делает ног по одному игроку. Тиммейты Тимбера, а именно Сайлос, пытался его как-то засевить. Подъехать. Но ему это не дали. Плюс еще и сам нокнулся от Карилья. И Альфа-7 осталось запушить только оставшихся двоих. Но не получилось закрыть оставшихся двоих. И Альфа-7 занимает Папич. Мэтт Булсов подъезжает на край круга. Но не в безопасную зону. Это именно четвертая зона. И так замедлешились. Потому что тут у нас идет контест между Райзами и Блэк Драгонс. И начинаются потери у Мэтт Булсов. Идет работа Нюниса. Почти нокует. Но нет, он успевает идти в лук раунд. Отличная игра. Видим Голдена, который с ДПшки пытается настреливать по Райзам. Ничего не получается. Берет М416. Работает по вкусу. Но опять же минус у Манки. Локит Пойнт. И все еще. Агорий пытается его поднять. Но пока ничего не происходит. Блэк Драгонс вылетает на позицию. Мэтт Булсов и минусует его по пути. Но локит Пойнты. Джейси Гат просто не останавливается и продолжает Фрейзи. И бегает от оппонентов. Почему сразу Мэтт Булсы всей командой так не сделали? А замельтешились, остановились, пытались что-то сделать. Но в итоге ничего не получилось. Надо было сразу же двинуться в центр круга или куда-то в такое другое место. Потому что остановились они за зоной безопасной. Ну а горе находят все-таки. На топ-12 Мэтт Булсов не получается заработать очки на этой катке. Переходим на последние 5 команд. Блейз, Би Си, Инклос оф Лав, Икс Сет и Питц Брук Найт. Он по правую сторону заходит и начинает просто беспощадно спрейк по своим абонентам Кейч. Пытается контролировать эту перестрелку, но безуспешно опрокидывается. Еще одна ХЕшка, Фернана, она не задевает Кейч. Прекрасно поднимает дедорфилу, располагает его оппоненты. Не задавил Кейч, а сейчас оппоненты. Мадион за это очень быстро поплатился. У Фернана лоу-хитпоинты. Как бы СМГ сейчас просто не отлетели от одной ХЕшки этого состава. И вот она опрокидывается, начинаются зажимы с преминус. Зажим отнут и выяснять, кто же из них в топ-3. Уважаемый Роман, наконец-то начинается заход. Иолы получают минус 2 с двух сторон. Упсы, и команда Беги берет все в свои руки. Это минус 2. Очень долгое затяжное окончание матча. Топчик на Эрангеле для СМБ Блейз с 15 киллами. Четвертая карта. Миромар, самолет с юга на северо-запад. Круг, центр и правее. На второй зоне произошел очень красивый и знаменательный файт. Для Нексруя против Иксетов, которые сейчас просто взорвались на этом мне. И вроде бы Иксеты переломили файт в ту сторону, но Нексруя так просто не взять. Почувствовать свою игру, набраться максимального опыта. Ексета забирает в итоге G7. Ну, а вот Иксет Пола уже падает от ХЕшки Кудура. Нексруя. Переворачивает все-таки немного сценарий в свою пользу. Тут же ответочка от G. Хорошая. Еще одна ХЕшка, что может сейчас залететь. Ребята, нельзя расслабляться. Ексета минус. Выходит килл свитч и кладет его на колени. Отличная игра, друзья. Теперь выход за G. Сейчас все укладывается на его плечи. Как он будет отыгрывать, так и поведет себя коллектив в будущем. G. Пытается от третьего лица чекать. Прокидывается ХЕшка от NextRai Gaming. Достаточно неприятная, но все-таки она нивелирована. И можно будет продолжать этот файт с Амбитрона. В это время отправлять ногу. Это делает команда Блэк Драгон. Закидывается еще одна ХЕшка от G. А Фрозен Икса, возможно, будет попадать по левую сторону. Давай, G. Главное. Точечно. Точечно ее закинет. Да, он вроде бы находит личико Фрозен Икса. Но там находился Кудур. Добивание произведено. Трона взрывает в это время. GS Гад. И вот небольшое зачище перед пурей. Начинается у нас по правую сторону. NextRai Gaming в ноги. Я как-то не поднимает. Это хорошо. G. Закидывается ХЕшкой. NextRai Gaming проигрывает этот файт. Остается Нихад один, который полу будет принимать. И да, у него это получается. Хорошо простреливает этого оппонента. Да, не хватает немножечко урона. Но в последний момент он все-таки успевает перезарядиться и перебрать свое орудие. Отлично, Аджей против Нихад один на один. Друзья, очень опасная перезарядка. Нихад ее вроде бы как проигрывает. Но да, настреливает по G. В последний момент все получается. И ты, кейл, свич. Фу, информация от твоего товарища прокидывает ХЕшку. Но все-таки проигрывает файты. Нихад клачет 1-3. Но все-таки откисает от зоны на топ-15. Вот что значит сражаться до конца. Фрозен Гейминг делает нок по Рево из Альфа-7. И решаются на пуш. Но это было прометчивое решение. На машине. Ну а ребята их в G. Сделали нок по Альфа-7. Тут же приезжают. Рива вниз с Карелия будет подстреливаться. Но Фрозен прикрывает и делает зажив сразу же минус 2. Не успеют здесь подковерить остальные киммейта. Находятся они по ту сторону дома. Стенки мешают. Продолжается сжим. Это уже врывается от Сенотекса. Ну и по сути остался лишь один человечек. Мило. Да. Который сейчас ничего Сенотексе не сможет предъявить. Потому что Рево и Карелия находятся по левому флангу. И этот гараж простреливается абсолютно со всех сторон. И вот выход от Карелия. Он максимально агрессивно играет. Хоть и Буэйсы помогли Альфа-7. Но нельзя так просто взять и пушить бразильцев. Мэтбулсы перемудрили ротацию. Скрутили, вертели. В итоге их встретили на топ-13. Подслужение пятой зоны. Жесткий тройничок между Альфа-7, С2G и Райс. В первом фланге и далее Сенотекса прокидывает дымы на перебежку для того, чтобы поднять своего товарища. Жестуд джейминг. Тимбир на тока, что потеряли. Мафиоза занимается этим делом по правую сторону Сенотекса и Мафиоза. Вместе с Рево просто выпушивают команды из Т-гейминга. В мифика прокидывается хайер с станцией. Мафиоза нужно просто сдерживать. Калси пытается вопнуть Витязь Юмпа. И колематерного прицела пытается вывести перестелку. Но, к сожалению, это безуспешно заканчивается. Сенотекса должен поднимать его, но Муфаса не даст этому прай изойти. В Гэриксы закидывается опасная хаешка. Минусуется Рево по правым флангам. Мафиоза тоже должен работать на подъеме. Муфаса заходит с левого фланга. Закидывается хаешка дальняя. Но он думал, что это были в дымах. Эти ребята корили вместе с Сенотекса. Получают ноги. Райзи просто... Но Файтакс затянулся, что уже осталось пять команд. Это Бишиташ, Райз, Айфа-7, Юникурс оф Лав, С2G и Блэйз. Максимум, ведь зона от них так же скоро уйдет. Уйдет, но они ее обязательно догонят. Муфаса будет добит. Конечно же, ничего он не сделает в этом моменте. Гэрикс остается... Ей нужно выйти. И не только без ног, а Джекей выходит. Зестин забирает еще и Рокиса. Юникурн со Фрад теряет эту превосходную возможность забрать топ-1. Ну а С2G отлетает также на пятую строчку. Сейчас нужно отработать по А7 абсолютно грамотно. И Лина закрывает Энджой 7. И тем самым закрывая, прикрывая фланги. А7 нет, ребята, погодите. Это 3 в 2 плюс 1. Сольник находится справа. Во фланг мафиоза закидывает АЕшка от Рецента. Ну здесь без шансов. Бешикташ прям очень жестко копались. В этом плане зона подыграла. Ушла предательски. От остальных коликевов ребята разрывают. Не менее, в любом случае, достойную похвалы и стабильную команду А7. В этом матче уж точно. Ну и остается Райс на перехильчике, можно так сказать. Но нет, ползу. Ты посмотри. Он будет биться до последнего. Он принимает решение все-таки попробовать постреляться. Не хочет. После непонятного мува от Единорогов. Бешикташи закрывает всех. Находит последнего Гарикса. И Миромарчик за ними с 14 километров. Последняя карта. Эрангель. Самолет с запада на юго-восток. А круг у нас вниз. Четвертая зона. Уходит. Хардует прямо на острове. Начало дало интригу, что возможно будет материк. Но все-таки ушла на острове. Находясь на Монтереке сейчас, решаются переезжать левый мост. На котором контестятся футболисты и Тим Квеса. Ребята в этом помере. Да, и вот, пожалуйста, НАТУ свинцеры не прогадали. Будут двигаться через мост. И вовремя закрывать сейчас должны футболистов. Это лучшая возможность скиллами проехать через этот мост. Зря, по-моему, ребята спалили свое местоположение. У Салкая нету синей зоны. Прямо под своими ногами. Эти Шевен, кстати, отправляются на 14-ю позицию. И сейчас футболисты просто не дадут возможности команде Нави зайти на позицию. Хотя нет, Салкая ногу, друзья. И это делает Ланин. Команда Тим Квеса помогает. В буквальном смысле, как и в Нави, преодолеть мост. Так, что там по шансам у футболистов на перекрытие у моста с двумя ногами? Ничего не слышал. Никита, Никита, все очень хорошо. Я сразу же понял, как увидел ноги по Тим Квес. Единственное, что потерять тикси было неприятно. Здесь уже начинают встречать ребята на ЛОХП. Не успели захилиться, прежде чем ехать. А вот это уже неприятно. Но, тем не менее, преодолели мост. Пусть и с... Нет, уже с огромным минусом. Но это не футболисты, это не Тим Квеса. Это Фьюриус Гейминг уже закрывается. Китсуна единственный остался жив после такого приключения. Но с медициной у него все плохо. Медицина не понадобилась Китсуна. Его встречают Райсы. Это топ-11 для Нави. Переходим на финалочку. Четыре команды осталось. Некс Руя, Фьюриус Гейминг, Тим Квеса и Питцбрукнайт. Ой-ой-ой, какая же нежданочка. Топ-4. В любом случае, контролируй. Все поместились в зоне. Обрати внимание на мини-карты. Комфортно. Ребята себя чувствуют. Фудур. Меняется. И вот, пожалуйста, только лишь после второй попытки. Забирает сразу же двух игроков. Четвертая мила. И сейчас в ту недоведенную часть как раз таки и будет закидывать ХАЕшку. А там половина ХП-минус. И, по-моему, она его заденет. Эх, прям в черепушку. Центральная залетела. Отличная. И Тикью остается сольник на перехиле. Аксель с ловки-поинтами. Благодаря прострелам яхты. Начинается выход от команды Некс Руя Гейминг. Команда Тикью может еще и дожить до топ-2. Но сейчас все будет зависеть от команды НРФ и как быстро они разберутся с коллективом Фьюриус Гейминг. Очень грубая была ошибка сейчас от представителей коллектива FG. Они повелись на одного игрока. И тут же выдали свою позицию. И вышли из своей ЛГшечки. За что сейчас поплатится? Прозен Икс против игрока Тагерзина. Буквально один на один они сейчас выясняют. И решают, кто заберет этот топ. Вот это интересно. Фьюриус Гейминг против Некст Руя Гейминг. Прозен Икс работает на ревайве товарища. Почему-то Тагерзин дает это сделать и не поднимает своего товарища. В это же время Некст Руя Гейминг дает информацию на тему того, что их везде находится. Потерялся последний игрок из Фьюриус Гейминг. У него явно было преимущество с небольшой ЛГшки. Мог подняться, посмотреть, где последний игрок Фрозен находился из Некст Руя. Некст Руя топ-1 на последней карте с 13 километров. Итоговая таблица после первого дня отборочных. Мэтбус у нас удерживает 11 позицию. Но они сыграли только 4 матча из 8. Значит завтра еще один пропускают и 4 отыгрывают. В принципе неплохая у них игра сейчас происходит. Надеемся на такую же и завт. Нави заработали 1 очко за 3 игры. Но повторюсь, что в принципе им стараться уже не нужно. Они могут и пропустить полностью этот супер уикенд. Они уже гарантировали себе проход на финал. Так что в принципе расстраиваться незачем. Просто наблюдаем и смотрим за играми. Всем спасибо друзья за просмотр. Всем удачи и увидимся завтра.